Ну а сейчас возвращаемся к первой теме выпуска. В Донецке ликвидируют последствия артообстрела химического завода. Накануне на его территорию попало несколько снарядов крупного калибра. На прямой связи со студией наш корреспондент Николай Долгачев. Николай, здравствуйте. Что вам известно к этой минуте и какие последствия взрыва на заводе? Ирина, здравствуйте. Действительно взрыв был такой мощности, что слышали его в радиусе 50 километров. Взрывная волна прошла через весь Донецк во многих домах на улицах, прилегающих к эпицентру. Выбиты окна, есть пострадавшие в результате этого. Предположительно, по данным армии ДНР, украинские военные ударили по окраине города тактической ракетой «Точка-У», которая несет на себе боезапас, эквивалентные почти тонне тротила. В результате и был такой мощный взрыв. Возможно, пытались ударить по району аэропорта, где находятся сейчас бойцы ополчения. Возможно, целью был и завод, на который упала эта ракета. Кроме того, сегодня ночью впервые за все время вооруженного конфликта интенсивность артиллерийского огня была выше, чем днем. Больше 30 мощных ударов были обрушены только на Донецк. Кроме того, вдоль всей линии противостояния по населенным пунктам украинская армия продолжает наносить удары. Используются реактивные системы залпового огня «Смерч», «Ураган», «Град» и артиллерийские системы. То есть, все вооружение, стоящее в украинской армии. Вот что об этом говорит сегодня утром, сказал представитель армии ДНР Эдуард Басурин. «Это то, чем стреляют по городу. Система залпового огня «Смерч» – это голова. Видите ее размер? Диаметр у нее 300 миллиметров. Перед ней лежат элементы кассет, которые не смогли разорваться по счастливой случайности, в которой впаяны поражающие элементы, те, которые там находятся, вот именно в этой, чем у них уникальность? То, что на расстоянии до 10 метров этот элемент пробивает стальной лист толщиной 6 миллиметров. На расстоянии 100 метров – до 2 миллиметров. С левой стороны, вы видите, он так и остался, так называемый парашют. Это фугас. То же самое он применяется в виде кассет. На высоте раскрывается, и они опускаются. Они бывают как осветительно-фугасные, это чисто фугасные. То, что у нас потом начинает все гореть. В общей сложности за сутки 13 погибших больше 20 человек получили ранения. Гуманитарная ситуация в городах, примыкающих к линии противостояния, ухудшается. В результате артиллерийских ударов горят котельные, разорваны линии электропередач. Многие районы без электричества, уничтожены газопроводы. В городе Докучаевске несколько снарядов попали в центральную клиническую больницу. Мы были в этом населенном пункте. Я предлагаю посмотреть наш репортаж из прифронтового Докучаевска. Разрушенный Докучаевск. Улицы изрыты воронками. Дома, ставшие мишенью для украинских силовиков, разбиты снарядами. На линии огня город уже несколько недель. Тебе не страшно? Конечно, страшно. Всем страшно. Прочное убежище ценится здесь выше, чем большая квартира с хорошим ремонтом. Я домой буду, до бабушки сбирать. У них там подвал есть. А я здесь, у меня все окна же повылетали. Где эта единая Украина? Какая эта единая? У меня дети две недели с подвала не выходят. Здесь редко просто ходят по улицам. Чаще бегом от одного дома к другому. Когда начинаются обстрелы, улицы Докучаевска быстро пустеют. Люди сразу бегут в ближайшие подвалы. В подвалы многоквартирных домов и в подполы частных. Здравствуйте. Сейчас много людей собралось здесь? Прилично. Посмотрите, сейчас будет лететь. Передышки людям артиллерия Украины почти не дает. У нас нет стокол, нет дверей. Все повылетало. Почему они в нас стреляют? Мы не понимаем этого. Что такое? Что это за жизнь? Сейчас мы прячемся в кухню, сбираем. Или в туалет. Или в туалет. В туалет бежим, да. Да. А потом сюда. А потом сюда. Да, а потом сюда. Еще тут у нас приземлились два снаряда. Еще третий в уже общаге. Ничего не видим. А вы ехать не пытались? А куда ехать? Никуда. Мы надеемся, что ДНРовцы все-таки защитят нас и победа будет за нами. Мы не хотим в Украину. Снаружи один взрыв за другим. Там наверху еще уцелевшие дома разбить могут в любую секунду. Слезы катятся по щекам. Многие на грани срыва. Дрожим, сидим, дрожим. И все. С каждым днем все страшнее и страшнее получается. Время идет. Медленно здесь, конечно. Только пытаемся высунуться и опять начинается бомбежка. Очень страшно. Очень. В Докучаевске уничтожены целые кварталы. Роддом разбит. Хотя на крыше красные кресты. Больницу обстреляли уже дважды. Подушками, одеялами заделали окна, потому что стекла выбило взрывной волной. И больница просто замерзает. После того, как артиллерийский удар украинская армия нанесла. Теперь здесь просто сложно лечить людей. После такого обстрела люди боятся находиться в стационаре, потому что вся сторона смотрит на, извините, на Николаевку, откуда нас обстреливают. И максимально все уходят домой, все кто могут. А вот бабушка, которую нашли, из-под завалов достали, уйти ей некуда. Она раненая. Дом взорвали, а я сидела над окном. И меня привалило всю. Сделала книгу, читала на кресле перед окном. И оно как ухнуло, и я не помню ничего. Ни крыши нету, ни дома нету. Все уничтожили. Понимаете как? А куда вот дома нету, куда меня будут забирать? Дом совсем раз... Ну а родственники есть же, у кого есть жилье? Здесь никого нету. Город не прекращают обстреливать и сейчас. Раненых и беременных женщин вывозят из Докучаевска в Донецк. Но даже сама дорога небезопасна. Справа поля в двух-трех километрах. Украинские позиции. Они время от времени обстреливают трассу. Поэтому едут здесь с большой скоростью между автомобилями, держат дистанцию. Николай Долгачев, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев, Андрей Руденко, Александр Пушин. Вести. Донбасс. Докучаевск. Докучаевск.